Медведев не защитил финал на Астралиан Аупин и выпадет из топ-10. Восьмая ракетка мира Даниил Медведев уступил номер 31 Себастьяну Корди в третьем круге Астралиан Аупин 6-7-7-3-6-6-7-4. Капризов бросил вызов Овечкину, Америка в восторге от достижения россиянина. Юбилейный позволил Кириллу встать в один ряд с легендами. Материнская компания Google сократит 12 тысяч сотрудников в 6% штата. Карьера на vc.ru. Сокращения коснулись всей алфабет и разных продуктовых направлений, а попали под него те сотрудники, чьи задачи имели более низкий приоритет. Источник. У Романа Костомарова сохраняется сепсис в легких. У олимпийского чемпиона Романа Костомарова сохраняется сепсис в легких и другие серьезные проблемы, но есть положительные тенденции в состоянии. Прогноз погоды на выходные в Петербурге 20 января 2023 года. Прогноз погоды на выходные радует главного синоптика Петербурга Александра Колесова. Финляндия поставит Украине самый крупный за все время пакет военной помощи. Финляндия поставит Украине 12-й, самый крупный за все время, пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро. Старая, Чулпан Хаматова решила бросить актерство. Очередное громкое заявление от сбежавшей актрисы. Обнаружена экзопланета, внутри которой проходит ядерный синтез, это что-то среднее между планетой и звездой. Международная команда ученых обнаружила благодаря Европейскому космическому телескопу Гайя новую экзопланету, внутри которой, вероятно, продолжается ядерный синтез. Месси выложил видео объятий с Роналду после матча в Эр-Риаде. Французский клуб ПСЖ, за который выступает Лионель Месси, накануне обыграл сборную игроков саудовских клубов «Ан-Нассер» Аль-Хилляль, в составе которой сыграл Криштиану Роналду. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!